Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов посетил Россию, где встретился со своим коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент в Москве Дана Нуржан. Она выходит с нами на прямую связь. Дана, скажите, какова программа визита главы казахстанского МИДа и о чем договорились дипломаты? Добрый вечер, Алмаз. Отмечу, что это первый зарубежный визит Кайрата Абдрахманова в качестве главы казахстанского МИДа. С утра министр принял участие в возложении цветов к памятнику Абая на чистых прудах у казахстанского посольства, а затем в традиционной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата у стен Кремля. Затем состоялась встреча с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили широкий круг вопросов, в том числе текущее состояние и перспективы казахстанско-российских отношений, а также сотрудничество в многосторонних форматах. Это в первую очередь сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и Совета безопасности ООН. Кстати, отмечу, в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Еще один из итогов сегодняшней встречи. Дипломаты подписали план совместных действий МИДа в двух стран на ближайшие два года. За годы независимости Казахстан и Россия не только сохранили историческую общность и вековые связи, но и научились по-новому строить свои взаимоотношения, руководствуясь принципами равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Ведущую роль в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Россией играют регулярные встречи и переговоры глав наших двух государств. Нет ни одного вопроса, который не находит своего решения. Министры также обменялись мнениями по международной повестке дня. Самая актуальная тема – это, конечно, подготовка к астанинскому процессу. Напомню ранее, Сергей Лавров пригласил к участию в межсирийских переговорах в Астане представителей ООН и США, а также сирийских полевых командиров. Таким образом, впервые в переговорах ожидается участие всего спектра политической и военной позиции Сирии. Так, можно ли сейчас сказать, чего ждут от астанинского процесса? Да, мы задали этот вопрос Сергею Лаврову. Почему именно Астану выбрали в качестве переговорной площадки и каких результатов ожидают участники астанинского процесса? Послушаем ответ на наш вопрос. С самого начала усилий по урегулированию сирийского кризиса Казахстан стремился содействовать их успеху. И правительству, и всем группам оппозиции это место подошло как ни разя лучше. Мы сможем создать условия для того, чтобы начались прямые переговоры между правительством и вооруженной оппозицией. Уже одно это будет важнейшим достижением, потому что, повторю еще раз, до сих пор прямых переговоров между правительством и оппозицией не было. Отмечу, Кайрат Абдрахманов пригласил Сергея Лаврова совершить ответный визит в Астану. Российский дипломат приглашение принял. Вот в целом таковы итоги этого визита. Алмаз? Спасибо. Из Москвы на прямой связи с нами была наш корреспондент Дана Нуржан.